Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. В зале торжества областного правительства прошла торжественная церемония чествования ведущих спортсменов и тренеров Оренбуржья. Награды лучшим вручал губернатор Денис Паслер. Это мероприятие ежегодное. За достижение высоких спортивных результатов отмечаются победители и призеров чемпионатов и первенства России, международных соревнований, а в минувшем году – Олимпийских и Паралимпийских игр. Стипендии и губернаторские премии получили пловцы и теннисисты, представители единоборств и легкой атлетики. За 21-й год в активе наших земляков на всех уровнях медалей как никогда много – 333, 140 из которых золотые. Подробнее о церемонии в нашем следующем выпуске. Перейдем к игровым видам спорта. В очередном матче волейбольной суперлиги Оренбургский нефтяник принимал «Зенит Казань». Встречались соперники с разных полюсов турнирной таблицы. Многолетний всероссийский лидер, который и сейчас далеко оторвался от преследователей. И команда еще не побеждавшая. Мало того, казанцы готовятся к полуфиналу Еврокубка, и поэтому выставили весь основной состав. Класс соперников оказался несопоставим. Но с другой стороны в Оренбург приехали игроки мирового уровня. Михайлов, Кристенсен, Беднаш, Волков. Зрителям было на что посмотреть. Плюс то, что наши болельщики увидели волейбол высокого уровня со стороны Казани. Это очень хорошо. Минус какой, что мы не смогли навязать борьбу. Очень много неприемов, выбитых мячей. Преимущество фаворитов было очевидным в каждой партии. 25-12, 25-11. Во втором сете на подачу лучшего у «Зенита» Дмитрия Волкова гости в одной расстановке набрали 11 очков. Настоящий мастер-класс. Всю игру мы контролировали, хорошо подавали, выбивали «Нефтяник». И затем уже сами контратаки добивали. Хорошо играли, веселились, да с хорошими эмоциями. В третьей партии хозяева все-таки смогли навязать борьбу. До середины сета 10-13. Но затем разбушевался Максим Михайлов. И казанцы опять убежали вперед. 25-15 и ожидаемые 3-0 в матче. Сегодня у «Нефтяника» вновь домашний тур. Принимаем новый уренгойский факел. В чемпионате России по баскетболу Оренбургская Надежда одержала две победы подряд. Сначала волевую в Красноярске над Енисеем. Ровно три месяца назад на домашней площадке Надежда потерпела от сибирячек досадное поражение с разницей в 4 очка. Нынешняя встреча поначалу развивалась похоже. После залихватского старта Красноярке впереди 26-24. В начале второй четверти их перевес достиг 14 очков, когда и у наших наконец пошли броски. Вторую половину матча Надежда начала отставая минус 7. Но в отличие от домашней встречи, на этот раз смогла переломить игру. Пауза в чемпионате явно пошла на пользу нашим американским легионерам. Хайдман набрала 25 очков. Ей вторила Гэтлинг 24. В упорной борьбе гости догнали и перегнали хозяек. 90-84. Прекрасный реванш. Вчера Надежда играла с Ногинским Спартаком, безнадежным аутсайдером, не имеющим ни одной победы. Сверхусилий от наших не требовались. Оренбурженки, да еще и дома, не рассматривали иные, чем победы, варианты и добились своего малой кровью. Практически в тренировочном ключе. 74-57. Самая результативная стала Гэтлинг 21 очко. К минусам игры можно отнести дальние броски. Точных оказалось всего 2 из 18. После перерыва в чемпионате на игры национальных сборных, команда интенсивно наверстывает график. На этой неделе у Надежды сразу три игры. Следующая в воскресенье с чемпионом УГМК. Обменялись победами. В чемпионате молодежной хоккейной лиги оренбургские сарматы сыграли с омскими ястребами. Наши внизу таблицы восточной конференции. Напротив, молодежка чемпиона страны авангарда входит в первую пятерку и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф. То есть турнирная ситуация не предполагала игры, что называется, от ножа. Однако соперники показали содержательный и зрелищный хоккей. Орский Южный Урал, завершивший сезон в высшей лиге, прислал своему фарму подмогу. В первом периоде первой встречи сарматы отправили в ворота гостей три безответные шайбы. Две из которых забил Герман Точилкин. А мячи сумели вернуться в игру и за минуту до финальной сирены сократили разрыв до минимума. И все-таки последнее слово оказалось за хозяевами. Эльнар Фахрудинов поразил пустые ворота и, как Точилкин, оформил дубль. Итог 5-3. На следующий день победу праздновали ястребы и тоже с разницей в две шайбы. Как и накануне, они существенно перебросали сарматов, только в этот раз были успешнее в финальной фазе. В бодром начале команды за пять минут обменялись заброшенными шайбами. В дальнейшем сибиряки забили по голову во втором и третьем периодах и одержали победу 3-1. Таким образом соперники поделили очки и остались на своих местах. Сейчас сарматы проведут последний домашний блок с авто. А сезон будут завершать выездными матчами в Перми и Уфе. Это были новости спорта. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин